Добрый день! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Экономик». С вами Ренат Дашкин. В этой программе мы обсуждаем главные тенденции экономики и финансовых рынков в фокусе, анализ событий и точки зрения самых различных экспертов. Здравствуйте! Меня зовут Макаренко Дмитрий. Сегодня мы рады приветствовать в нашей студии основателя аналитической компании «Сотни Инвест», а также руководителя проекта «Лаборатория фундаментального анализа» Вадима Сотникова. Вадим, приветствую! Ты являешься руководителем проекта «ЛФА». Расскажи, пожалуйста, какова цель этого проекта, чем вы занимаетесь и на какие задачи вы свою деятельность разделяете? Добрый день! Я бы хотел рассказать о том, что наш проект «ЛФА» с лабораторией фундаментального анализа нацелен в первую очередь на студентов нашего университета, Казахстанского федерального университета. Мы работаем с любыми курсами, с первого до магистров, и основная цель преследуется следующей. Мы хотим показать будущим выпускникам университета, как можно использовать те или иные знания, которые связаны с финансовым анализом эмитентов. Соответственно, мы на практике показываем, как можно, взяв отчетность, допустим, по международным стандартам финансовой отчетности эмитентам, проанализировать ее финансовое состояние данной компании, а также попытаться спрогнозировать, как компания будет себя чувствовать в будущем. И далее мы это связываем с прогнозными ценами на акции данных компаний. Поэтому в основном мы работаем с публичными акционерными обществами, которые имеют листинг на московской бирже. То есть, коротко говоря, это инвестиционная оценка публичных компаний, да? В общем, да. Вадим, основной особенностью лаборатории является фундаментальный анализ компаний. Почему именно отдается предпочтение данному виду анализа, и в чем его основные преимущества? Тут я хочу сказать следующее. Часто общаясь с некоторыми студентами, и уже даже не студентами, кто работает на бирже, люди торгуют по различного рода паттернам, каким-то другим интересным таким способам. Но все это касается технического анализа, когда люди следят за некоторыми терточками, графиками. Соответственно, когда они покупают ту или иную акцию, они не понимают, во что вкладываются. Это главная ошибка многих инвесторов, либо, как бы называется, daytraders, кто торгует там внутри дня. Мы стараемся от всего этого дела отойти и предлагаем именно долгосрочное инвестирование. Поэтому особенностью является то, что мы используем именно фундаментальный анализ, то есть базируемся на тех фактах, которые отражены в отчетности. Основной плюс, какой мы еще можем показать, мы берем отчетность не за последние два или три года, как часто даже делают в годовых отчетах сами имитенты, а берем очень длинные такие данные на 10, 20, 30 лет. То есть насколько позволяет история компании взять данные свои, мы полностью все используем и тем самым рисуем более четкие тренды по показателям имитента. Какой ваш инструментарий при оценке компаний? Какие мы используем документации от имитента? То есть годовые отчеты все берем, берем отчетность по международным стандартам, если у кого таких нет, используем отчетность USGAP, РСБУ стараемся не брать, и используем метод дисконтированных денежных потоков на будущее для прогнозных значений котировок акций и будущих денежных потоков. Вадим, в рамках лаборатории вы анализировали и публичный рынок татарстанских компаний, насколько мне известно. Есть какие-то особенности у компаний-республики? Может быть, там больше акцент делается на структуру собственности, на построение вообще компаний, корпоративную культуру? Либо вот у нас, в принципе, все похоже с российскими имитентами? Вопрос хороший. На самом деле, когда мы только начинали этот проект, первым имитентом, который я хотел рассмотреть, это были те имитенты, которые находятся в непосредственной близости со мной, то есть в Казани. И поэтому мы рассмотрели все татарстанские компании, начались с Казани-Арксинтеза, закончили Татнефтью. То есть все те, которые котируются на московской бирже, были рассмотрены. Какие особенности у них были? Да, одной из особенностей было то, что у них достаточно специфическая структура собственности. Большинство из них так или иначе связаны с нашей главной группой ТАИФ, а также с государственной структурой связь инвест-нефтехим. Соответственно, все компании, которые котируются, либо с той, либо с другой структурой, завязаны. Поэтому это, наверное, основной момент. Все остальное, что касается отчетности, все, в общем-то, похоже на остальных российских имитентов. Вадим, скажи, пожалуйста, сколько уже компаний в активе аналитиков твоего проекта? И если есть возможность, мог бы ты их перечислить? На самом деле список уже достаточно большой. На данный момент около 25 компаний у нас в рассмотрении побывало. Как я уже сказал, это все татарстанские компании, которые прошли листинг на московской бирже. Но если их перечислять, то это будет Казань-Арксинтез, это будет Нижникамс-нефтехим, Нижникамс-кшина, Таттелеком, Татнефть, КАМАЗ. По-моему, все. И что касается компаний, которые не находятся в пределах Татарстана, то это некоторые крупные компании, типа Алросы, Лукойла, Норильского, Никеля, компании ФСК ЕС энергетической. Вот недавно мы рассмотрели компанию «Московская биржа». Вот так вот на память основные такие крупные игроки. Были еще мелкие компании, которые мы тоже рассмотрели, но по которым не было принято решений о покупке. Поэтому их оставим за скобками. Вот конкретно хотелось бы более подробно услышать у тебя мнение по татарстанским компаниям, крупнейшим Казань-Арксинтез, Татнефть и КАМАЗ. Конкретно что заинтересовало тебя в них, какая инвестиционная оценка, каков потенциал роста, и если входить сейчас на текущих уровнях, то какой цены ожидать в будущем? Начнем с казанской компании «Казань-Арксинтез». Мы ее рассматривали одной из первых. В лаборатории фундаментального анализа мы сделали упор над чем? Во-первых, на деятельности компании. То есть рассмотрели, что компания занимается химической отраслью, и основным сырьем у нее является подешевевший газ с нефтью. Соответственно, у нее есть потенциал при таких ценах на сырье получать дополнительную сверхприбыль. Кроме того, у нее большой идет экспортный рынок. Соответственно, подешевевший рубль дает опять же большую валютную выручку. Эти факторы стали для нас важной предпосылкой, чтобы рассмотреть эту компанию одной из первых. Проанализировав ее денежные потоки, а также всю историю компании, видя, что у нее уменьшается долговая нагрузка. Об этом, в принципе, говорит и сам эмитентно во всех пресс-релизах. Мы приняли решение, что на ближайшую перспективу до 2025 года у компании огромный потенциал роста. Компания может полностью избавиться от долгового времени. Компания будет основную часть выручки, скорее всего, вкладывать в капекс, то есть капзатраты будет производить. Компания может себе позволить половину чистой прибыли тратить на дивиденды. Тем самым мы приняли решение, что компания интересна для покупки. Если переводить в цену на акции, то в тот момент принятие решения цена акции была в районе 40 рублей за акцию. И потенциал роста у нее был где-то до 160 рублей. Соответственно, более чем в 4 раза компания может увеличиться. В целом прогноз оправдывается. Прогнозная прибыль по чистой прибыли на 2016 год была выполнена. И можно сказать, что в дальнейшем мы ждем столь же высоких показателей. Поэтому данную компанию мы рекомендуем однозначно покупать. Если смотреть про компанию Татьнефть, то она более сложная. Она с большей долей госучастия. И, соответственно, у нее чуть-чуть иной бизнес. Понижение цен на нефть для нее сказывается негативно. Но сглаживает этот негатив уменьшение стоимости рубля. Соответственно, рублевая чистая прибыль остается на прежних уровнях. Кроме того, компания старается больше денег тратить на нефтепереработку. Они готовы запустить вторую очередь Танека. Соответственно, они избавляются от необходимости продавать сырую нефть. И занимаются больше продажей продуктов нефтепереработки. Вторичем, да. Да. Что касается КАМАЗа, то мы эту компанию также рассмотрели. На данный момент мы вынуждены констатировать, что компания все еще является дотационной. Несмотря на то, что она получила некие преференции от снижения курса рубля, тем не менее, у нее не очень большой экспортный рынок. И основная партия автомобилей все-таки продается в России. И можно сказать, что пока мы не можем так хорошо ее оценивать, чтобы рекомендовать данную акцию для покупки. Возможно, в будущем ситуация как-то изменится. Но то, что мы имеем на сегодняшний момент, говорит о том, что в компанию мы бы как инвесторы не вкладывались. Вадим, спасибо за развернутый ответ. Следующий вопрос. Какие планы у лаборатории на текущий год? И я также знаю, что ты параллельно реализуешь идею развития своей аналитической компании «Сотни инвест». Какие стратегические цели у данной компании? И какие проекты она развивает? И еще один небольшой вопрос сразу задам. Участники этих проектов – это представители студенчества или ты работаешь с какими-либо внешними аналитиками? Сразу скажу, что есть два разных проекта. То есть лаборатория фундаментального анализа и компания «Сотни инвест». Первая работает со студенческим сообществом. И мы в рамках этого проекта рассматриваем компании именно с точки зрения фундаментального анализа, но используем практики и какие-то теоретические знания, которые нам дают на занятиях в университете. То есть студенты приходят, пытаются какую-то компанию рассмотреть, вспоминают то, о чем им рассказывали преподаватели, и применяют это на практике. Это для них очень здорово. Это оценивают многие преподаватели. Некоторые студенты даже по таким вот разборам эмитентов защищали свои курсовые работы, и преподаватели оставались очень довольны, потому что требования у нас намного жестче, чем требования по курсовым работам, так как мы рассматриваем историю более дальнюю. То есть нам трех лет мало, мы берем большие исторические промежутки. Перспективы на данный год следующие. То есть мы хотим увеличить количество разобранных эмитентов примерно до 50. Каждую неделю мы стараемся брать нового эмитента, рассматривать его очень подробно. Кроме того, мы в прошлом году сделали несколько прогнозных чистых прибылей, и хотим посмотреть, насколько данные прогнозы были оправданы, потому что сейчас идет сезон отчетности, и мы сравниваем реальные цифры с тем, что мы спрогнозировали. Перспективы у LFA такие. Что касается компании «Сотни инвест», то она занимается несколько иным. Она работает уже с более реальными ситуациями. К ней обращаются некоторые инвесторы, некоторые проекты, которые не могут получить кредиты в обычных банках, которые хотят проанализировать свои инвестпроекты, которые хотят узнать наше мнение о своем бизнесе. Как правило, это реальный сектор, который не добился листинга на московской бирже и очень далек от этого. Это что-то типа таких венчурных инвестиций. Кроме того, в «Сотни инвест» входит весь тот багаж от LFA, который получен, потому что некоторые разборы от LFA достойны того, чтобы в них ложить реальные деньги. И «Сотни инвест» занимается этим. То есть, если проект какой-то, который получился в рамках LFA, достойный инвестиций, «Сотни инвест», конечно, сделает это. Владимир, я думаю, перспективы у этих проектов очень хорошие. Я все-таки хотел вернуться немного опять в твою деятельность. Ты сказал о периоде финансовой отчетности, который сейчас в компании проходит. Ты недавно был участником общего собрания акционеров «Казанюрксинтеза». Поделись, пожалуйста, впечатлениями, насколько в Татарстане ощущается дух корпоративного общества вообще, как ты оцениваешь инвест-программу компании и общие впечатления, пожалуйста. На самом деле, для меня это был первый опыт такой, участие именно в годовом собрании акционеров. Данная компания была одной из моих фавориток, одной из первых, которые я рассматривал. И, конечно, мне было интересно узнать изнутри, как происходит общение акционеров с менеджментом. Собрание получилось таким очень солидным. То есть присутствовали высшие должностные лица республики во главе с президентом. Были подтверждены будущие планы развития. Также показали итоги прошлого года. Мои ожидания относительно того, как компания видит свое развитие, и самое главное, как компания относится к своим акционерам, полностью оправдались. То есть я могу сказать, что дух именно акционерного общества тут выдержан был полностью. С большим почтением и уважением относятся к любому акционеру, пусть даже с небольшой долей владения капитала. Тем не менее, я думаю, что такие мероприятия посещать каждому акционеру нужно именно для того, чтобы понять, что вы покупаете не просто какую-то виртуальную долю, а вполне с полным правом основанием можете посещать собрание акционеров и узнавать из первых рук информацию о предприятии, в которые вы вложились. Второй момент по вашей деятельности. В понедельник у вас прошла встреча по анализу Мосбиржи. Монополист на нашем рынке, единственная биржа в России, которая включает все торговые площадки. Вот можешь, пожалуйста, охарактеризовать ее с точки зрения инвестирования, каков потенциал. И вот я как корпоративщик, корпоративной финансы обучаюсь, можно ли сравнить их с альтернативой вложения в облигации? Облигации мы знаем, фиксированная доходность, безрисковое вложение. Вот у Мосбиржи сейчас цена примерно такая же, как у облигаций. Дивиденды обещают на уровне 7%. Если сравнивать с точки зрения риска, как ты бы сравнил эти два инструмента? Да, ты прав, что последнее рассмотрение было именно по Мосбиржам. Мы только вчера это сделали, и пока еще все впечатления живые. Ситуация какая? В Мосбирже, да, монополист. То есть, среди финансовых компаний, в которые входят также банки, ее многие выделяют, потому что у нее потенциал роста, конечно, очень большой. У нас минимальное количество людей в стране так или иначе связано с фондовым рынком. Соответственно, в будущем обороты на Мосбирже будут расти, и, соответственно, комиссионные все доходы тоже должны будут вырасти. Это главный фактор, который поддерживает нас в уверенности, что эту компанию стоит покупать. Что касается цен на акции, то да, сейчас она находится где-то на уровне 107 рублей. И в целом это хорошая возможность заходить в бумагу. Дивидендную доходность обещают пока на уровне 7,5%. И в целом это интереснее по доходности, чем облигации, потому что на рубеже примерно 2020 года мы прогнозируем, что цена данных акций будет в районе 200 рублей. А что касается рисков, конечно, риски у облигаций ниже. Это надо понимать. Когда вкладываешься в акции, в фондовый рынок, риски будут выше именно в акциях, чем в облигациях. Но именно можно подчеркнуть тот факт, что Мосбиржа монополист. Что падения объемов торгов быть не должно. То есть при каких-то таких мирных развитиях событий Мосбиржа должна развиваться именно по направлению каждый год будет увеличение оборота у меня. Поэтому сказать о том, что компания будет в дальнейшем стагнировать и падать в своих показателях, я не могу. Поэтому можно с уверенностью говорить, что компанию стоит покупать. Если сравнить с облигацией, да, она, наверное, будет интереснее. Вадим, ты достаточно широко известен в нашем университете, именно в студенческой среде своим опытом работы и инвестиционными идеями. Какие советы ты можешь дать начинающим инвесторам? Что читать, с чего начинать и какими инструментами торговать на рынке? Ну, если давать советы именно не как начинающим трейдерам, а все-таки как студентам, то, в первую, мой совет – это выбрать то направление по обучению, да, в котором ты хочешь себя в дальнейшем реализовать. То есть это первое, что надо сделать, потому что очень много студентов не понимают, чем они будут заниматься. Второе. Если все-таки выбрано направление инвестиций, либо как-то связано с фондовым рынком, либо просто хочется попробовать себя на бирже, то рекомендую я изучить того эмитента, в который вы хотите вложиться. Часто люди просто там покупают «Газпром», продают «Газпром», опять его покупают, продают, и каждый раз все происходит с убытками. Ну, это происходит от того, что люди не знают, что такое, в общем, допустим, акция «Газпрома», что за ней стоит. Читать рекомендую. Ну, литературы очень много различных. Есть плохая, есть хорошая. Ну, я для себя прочитал, значит, основная книга – это Бенджамина Грэхэма. И также хорошая книжка есть у Ника Антил и Кенет Ли, анализ по МСФО как раз. Ну, людям сейчас пишут очень много хороших и не очень книг, но основные книги по этому направлению были написаны уже до сегодняшнего дня. Рекомендую также Баффета посмотреть, тоже хорошо написаны книги у него. Очень не рекомендую заниматься просмотром вебинаров по теханализу, бинарным опционам и всевозможным таким проектам, никак не связанным социальным инвестированием. Ну, и главная рекомендация – приходить на встречи ЛФА и сотни инвесторов. Я думаю, от тебя много можно полезной информации почерпнуть. Когда вы встречаетесь? Каждый понедельник всегда мы готовы принять новых членов в нашу группу. Никаких ограничений по опыту работы или какому-то возрастному цензу или образовательному уровню у нас нет. Мы стараемся простым языком рассказать о том, чем занимается та или иная компания, что из себя представляет тот или иной эмитент. Хорошо. Вадим, большое спасибо за интервью, за интересные ответы. Зрителям напомню, что в гостях у нас был Вадим Сотников, индивидуальный инвестор, руководитель лаборатории фундаментального анализа, основатель компании «Сотни инвест». На этом первая часть программы подошла к концу. Тема, на которую мы обратим сегодня внимание. Это итоги первого квартала. Какие основные события произошли и как они сказались на рынках? А также политика Банка России, стабилизация и адаптация к новому рыночному равновесию и какие цели Центральный банк ставит на этот год. Обсудим и новый макроэкономический прогноз обновленный горизонт и перспективы развития российской экономики. Ну что ж, Ренат, начнем с итогов квартала. Что, по твоему мнению, оказало наибольшее влияние на состояние активов и вообще на финансовые рынки? Дима, спасибо. Ну, на мой взгляд, если говорить об итогах первого квартала и, в принципе, о прошлом году, то самый главный фактор, мы его все знаем, о нем говорит весь мир, все экономисты, все аналитики, это, конечно же, предвыборная гонка, избрание Дональда Трампа и вот первые дни президентства. Действительно, это самый важный фактор, я думаю, для глобальных рынков и, в принципе, для всех локальных рынков, потому что можно четко проследить, что если вот когда Дональд Трамп только показывал свою предвыборную программу, был агитационный период, рынки в то время думали, а что же будет, если будет Трамп президент? Вот, потом мы видим период, когда в ноябре все-таки выборы состоялись, Дональд Трамп избрался и рынки уже думали, а как же Дональд Трамп построить свои отношения с министерствами, с ведомствами, с федеральной резервной системой. И сейчас уже в первом квартале, как раз таки с января по март, по начало апреля, рынки уже оценивают первые шаги Дональда Трампа президента и, в принципе, его влияние очень сильное на рынке. Можно сказать даже, что ралли первого квартала на американском фондовом рынке называется ралли Трампа. В принципе, его все так информационные издания обозвали. Вот, это главный фактор и он таит в себе очень большую неопределенность, потому что сейчас мы видим, что Дональд Трамп немножко меняет свою риторику, уже находясь на посту президента, и немножко корректируются его планы, корректируются его программы. Налоговая реформа, в принципе, так и не началась, которую он обещал в первые же дни начать реализовывать. Мы видим смягчение риторики по пенсионной программе и, в принципе, корректировка тех целей и задач, которые он ставил с собой, говоря перед народом, ведя свою агитационную программу. Но вот это одна большая тема, которую можно обсуждать очень много. В принципе, на нее было очень много внимания уже уделено, мы не будем достаточно много о ней говорить. Просто скажем, что это один из самых главных факторов динамики рынка в первом квартале. Второй, на мой взгляд, немаловажный фактор, это, конечно же, политик ФРС, которая, на мой взгляд, резко ужесточилась. Федеральная резервная система объявила в конце, по-моему, 2016 года о том, что будет несколько повышений ставок в 2017 году. Первую цель они уже выполнили. И, в принципе, в начале года казалось, что будет еще 3-4 повышения. Но сейчас фьючерсы на рост процентной ставки ФРС показывают о том, что... Говорят о том, что, в принципе, будет где-то одно-два повышения. То есть этот фактор немножко уже влияние свое в течение года будет нивелироваться. Вот. Конечно же, это два главных фактора. Нефтяной рынок от нас никуда не ушел последние три года. Он тоже является очень сильным драйвером и очень сильным... Сильный детерминат развития отношений, развития вообще финансовых рынков. И здесь стоит отметить следующий факт. В декабре, как мы знаем, страна ОПЕК и добывающаяся ОПЕК+, то есть будем говорить, эту группу называть, они договорились о том, что будет заморозка нефтедобычи. В принципе, эти соглашения сейчас выполняются, о чем было сложно подумать. Хоть и не на 100%, но на 90% точно. И этот фактор тоже стал одним из главных. Он вызвал положительную динамику на рынке нефти. Мы видели рост со 40 долларов до 55. В принципе, сейчас котировки находятся на этих уровнях, что обеспечивает стабильную ситуацию на развивающихся странах, в первую очередь в России. Как мы видим, у нас очень хорошая обстановка. В принципе, в дальнейшем об этом поговорим еще. То есть нефтяной фактор никуда не ушел, он тоже влияет на рынки и был одним из самых главных в первом квартале. Как будет дальше с нефтью, ситуация развиваться, еще больше неопределенность. Поэтому этот фактор останется влияющим в течение года, потому что в мае уже нас ждет заседание ОПЕК и добывающих стран, на котором они будут решать все-таки сохранять дальше заморозку нефти, либо прекращать ее вообще, либо какие-то действия новые предпринимать. То есть Трамп, ФРС, нефть. Ну и, конечно же, если говорить о России, то это общее улучшение ситуации макроэкономической, макроэкономическая стабильность, можно уже сказать. Если говорить о внешних факторах, то это, конечно же, улучшение рейтинга агентством S&P PUR, глобал рейтинг с прогноза по рейтингу Российской Федерации. Он, по-моему, был улучшен с негативом на стабильный, насколько мне известно. То есть это тоже очень важный фактор для России, для российской экономики в целом, снижение геополитических рисков, общее улучшение ситуации. И, в принципе, вот у меня как раз к тебе есть ответный вопрос. Позволили ли эти факторы как раз-таки снизить центральному банку ключевую ставку, тем самым продолжив тренд на постепенное снижение ставки, удерживление денег в экономике. Вот именно макростабильность, изменение внешних условий и других факторов в марте. Как ты думаешь? Ну, да, действительно, центральный банк снизил ключевую ставку до 9,75% годовых. Совет директоров связывает данное решение с замедлением темпов роста инфляции по сравнению с плановыми показателями. Также значительный фактор, оказавший влияние на снижение темпов инфляции, является укрепление рубля на фоне дорожающей нефти, а также сохранение интересов иностранных инвесторов к российским активам и улучшение, то есть снижение страновой риск премии. Также мы знаем, что в 2015 и 2016 году были собраны довольно-таки большие сельскохозяйственные продовольственные урожаи, поэтому государство смогло накопить довольно-таки большие запасы, поэтому мы также видим снижение продовольственной инфляции. Соответственно, в этих условиях центральный банк может проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику, при этом хочет достичь целевого показателя по инфляции в 4%. Ну, это также, конечно, восстановление экономической активности при удержании уровня безработицы на прежнем уровне, так скажем. И, соответственно, инфляционное ожидание также падает, и поэтому это также сказывается положительно на замедлении темпов инфляции. Ну, и в то же время глава центрального банка не считает снижение ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов чисто символическим решением, потому что, по ее словам, банки также будут пересматривать свою политику в плане кредитования, то есть будут снижаться ставки, и также по депозитам ставки будут снижаться. По-моему, уже Сбербанк даже пересмотрел свои инфляции. Да, буквально на начале прошлой недели Сбербанк снизил ставки по рублевым депозитам с 7,7% до 6,1%, если я не ошибаюсь. Практически более чем на 1,5%. Да, и, в принципе, мы видим уже первые результаты, и таким образом это решение действительно значительно влияет на ситуацию у нас на рынке. То есть ЦБ, она боится делать какие-то большие шаги, чтобы не разрушить текущее положение, чтобы это не привело к негативным последствиям. То есть Набиулина считает, что лучше делать умеренные и небольшие шаги, иначе, допустим, если мы снизим сразу на 1% ключевую ставку, то спекулянты могут развернуть рынок вообще в противоположном направлении, что, соответственно, негативно скажется на рынок. Ну и также я выделил бы ситуацию на мировых сырьевых, товарных и финансовых рынках. То есть здесь играет фактор неопределенности, как ты говорил, это неопределенная политика Дональда Трампа в плане экономики, в плане политики. То есть именно поэтому Центральный банк делает свои шаги достаточно умеренно и аккуратно. И в целом деятельность Центрального банка зависит от макроэкономической ситуации, от общеэкономических тенденций. Вот какие бы ты лично мог из них выделить. И ты знаешь то, что Минэкономразвитие недавно обновил свой прогноз. Вот если есть возможность, может ли ты их озвучить? Да, конечно. Ты совершенно прав, говоря о том, что денежно-кредитная политика напрямую зависит от общеэкономических и макроэкономических тенденций. Но прежде чем ответить о прогнозах, я бы хотел небольшое наблюдение сделать. Заметил ли ты, как с января у нас власти умышленно пытаются ослабить нашу национальную валюту? В риторике Центрального банка это постоянно звучит. В риторике Министерства финансов и в принципе в действиях Министерства финансов это выражается. Напомню, что Минфин с января объявил о том, что будет проводить операцию на открытом рынке. В феврале в принципе их начал воплощать. И мало того, что он все это просто сделал, он об этом объявил чуть ли не на всех газетах, чуть ли не во всех информационных источниках. Да, телевидение. То есть мне прям кажется, что население хочет ослабить национальную валюту и привлечь к этому население, точнее не население, а власти хотят ослабить национальную валюту и привлечь к этому население и других экономических агентов. Ладно, ЦБ Минфин, сейчас Министерство экономики. Вот я даже процитирую Максим Орешкин, нового министра экономического развития, который заявил, что он считает текущий момент для компаний импортеров и для населения, которые готовятся к зарубежным поездкам, очень выгодным периодам для покупки иностранной валюты, а также то, что высока вероятность того, что цены на нефть опять упадут до 40 долларов за баррель, и рубль, в принципе, ослаблены до 68. То есть даже горизонты и конкретные уровни они сейчас обозначают, немножко напоминает валютный коридор Центрального банка, который был еще до плавающего курса. То есть и мне интересно кажется не то, что даже власти хотят ослабить эту национальную валюту, а причины этого, то есть для чего? Потому что, в принципе, населению, наверное, сейчас уже надоело предаваться паническим настроениям и играть в валютные какие-то интервенты, в валютные обмены, совершать какие-то спекулятивные сделки. Наверное, им уже хочется просто стабильности и знания того, что будет на следующий день. Импортерам, в принципе, стабильный курс тоже, наверное, более привлекательный, чем высокая волатильность и неопределенность. Да и вот самому государству, если посчитать, в принципе, в бюджете заложена цифра в 2700 рублей за баррель, то есть за бочку нефти. Это получается из умножения 67,5 рублей на прогнозируемую как бы на прогнозируемую котировку нефти в 40 долларов. А сейчас мы видим при курсе 57 и котировку в нефть 55, в принципе, поступление в бюджет в размере 3135 рублей. То есть, в принципе, это даже превышает ожидания государства. И для чего им еще ослаблять? Наверное, они хотят еще больше валютной выручки и увеличения поступления дохода в бюджет. Но, как говорится, денег много не бывает. Ну да. Ну то есть это непонятно для меня, почему при превышении так прогнозов, при стабильности, при хорошем макроэкономическом состоянии они еще больше хотят его ослабить. То есть это главная неопределенность. Ну, может быть, это известно, просто я не до конца бы напомнил. Вот. Если говорить о макроэкономических прогнозах, то, в принципе, можно уже сейчас с уверенностью сказать о том, что мы дно наконец-то прошли, которое вот предыдущий министр экономического развития искал, начиная там с 2014 года, 2015 года. И сейчас уже можно четко, уверенно утверждать о том, что начинается рост, и рост, в принципе, долгожданный и ожидаемый. Инфляция, вот как ты правильно сказал, горизонт в 4% ранее казался как бы нереальным. Сейчас цифра по прогнозам Минэкономразвития даже сократилась на 2% пункта. До 3,8% инфляции ожидает в этом году. Ну, пока на данный момент, вот, на март у нас инфляции составляет 4,3%. То есть в январе она была 5%, а уже снижается. Да, точно. Очень быстрый динамик, поэтому к концу года, в принципе, можно ожидать такой цифры. По рублю, какие прогнозы, тоже вот сократился средний годовой курс, раньше 67,5%, как я уже сказал, сейчас 64,4%. По нефти тоже. С 40, горизонт поднят на 45,4, по-моему, долларов за баррель. То есть по этим двум параметрам очень сильные пересмотры. Хотя вот на следующий год, до 2020 года, в перспективе рубль где-то ожидается на уровне 72 в 2020 году. И нефть даже ниже текущих уровней 41,2, по-моему, долларов за баррель. То есть такие цифры общие. А дефицит бюджета, опять-таки, вот в прошлом году мы видели очень, по-моему, около 3%, даже если не выше. В этом году планируется 2%, а при сохранении текущих цен на нефть даже 1,5%. То есть дефицит у нас, с дефицитом ситуация поправляется. В 2020 году его планируют ожидать на уровне 0,8% или 870 миллиардов рублей в номинальном выражении. Ожидается рост промышленного производства. В этом году уже будет рост реальности заработной платы по сравнению со стагнацией за предыдущие три года. То есть мы видим, в принципе, повышение основным макроэкономическим показателям. И ВВП, который является основным индикатором экономической активности, в этом году уже прогнозируется на уровне 2% рост. В прошлом году было падение на 0,6%, по-моему, или... По-моему, да. Да, то есть, ну, в любом случае цифра у нас больше, чем в прошлом году. Дальше до 2020 года министерство прогнозирует там темп роста в 1,5% сохранения текущей динамики. Да, международные компании также прогнозируют рост порядка 1%, то есть прогнозы достаточно позитивные. Да, то есть, но позитивные-то с одной точки зрения, с точки зрения математики, а вот с точки зрения экономики недостаточно, потому что российская экономика, чтобы росла на 1%, при том, что у нас такие сырьевые ресурсы, такая база, такой потенциал, в принципе, это нереально. И это нормально, но с точки зрения математики, опять-таки, повторюсь, нужна структурная реформа, нужна вообще, в принципе, новая экономическая политика, об этом сейчас много говорят. Я думаю, к президентским выборам как раз-таки вот Алексей Кудрин, другие стороны, там, Ариститов, что-то придут к консенсусу и все-таки долгосрочную макроэкономическую стратегию разработают. Поэтому будем смотреть. Да, что ж, будем надеяться на лучшее. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, встретимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова